Привет, друзья! Две классические партии финала Кубка Мира завершились в ничью, и сегодня на тайбрейке Магнус, Карлсон и Рамиш Бабу Прагнананха обязаны были выявить победителя в партиях с быстрым контролем времени. Итак, в первом поединке Прагнананха играл белыми и запустил вперед королевскую пешку. Магнус отвечает ходом Е5, белый нападает на пешку, черный защищается. На доске разыгрывается защита двух коней. Белый укрепляет центр и открывает диагональ чернопольному слону. Магнус Хенрикович все же переходит на рельсы тишайшей итальянской партии, прицеливаясь к пешечке F2. Белый захватывает пространство на ферзевом фланге и образует форточку для слона. Черный открывает линию белопольнику, следует нули и продвижение опять. Рамиш Бабу пытается внести какие-то коррективы в эту бездушную симметрию. Магнус меняется на поле Е3, с одной стороны сдваивает противнику пешке, но с другой стороны предоставляет полуоткрытую линию для ладьи и контроль над центральными полями. После эвакуации короля Прагнананха завершает развитие легких фигур, и Магнус расчищает дорогу пехоте, чтобы продвинуться в центре доски. Рамиш Бабу хочет впендюрить коня на поле F5, черный продолжает осуществление своего плана. Теперь еще и Белая Королева подключается к атаке на королевском фланге, и как учили классики, на фланговую атаку Магнус Карлсон отвечает контрударом в центре. Слон уходит на поле B3, черный защищает пешку на Е5. Юный Прагнананха завершает свою задумку, но Магнус нападает на ферзя. Ферзь переходит на поле G5 с атакой коня, черным приходится немножко ослабить свой королевский фланг, в частности черные поля. Используя вертикальную связку, Белый ванзает коня на F5, нападая на сильнейшую фигуру противника. Магнус коня забирает слоном, Белый пробивает пешкой, угрожая продвижением F6 с последующим G4. Предводитель армии черных идет на подмогу своим лошадям, Прагнананха делает профилактический ход король H1, и, как говорится, с молодежью веншпиль, Магнус предлагает размен ферзей. Но пешка на поле F5 висит, поэтому Белым, судя по всему, приходится меняться на поле F6. Дальше они меняют пехоту на G6 и продвигают пешку на E4. С одной стороны норвежский гроссмейстер образует своему противнику изолированную и, следовательно, слабую пешку, но с другой стороны у Белых неплохая контр-игра по линии F против отсталой пешки F7. Карлсон тем временем захватывает открытую линию, Белый защищается ладьей, черная ладья вторгается на поле D4 и на коня поглядывая и на слабую пешку E4. Ну и Белый сдваивается по проспекту Федора, нападая на коня. В случае взятия на поле E4 произойдет размен лошадей, дальше Белый отыгрывает пешку на поле F7, правда в этой ситуации выиграть фигуру не получится из-за слабости первой горизонтали. На оборонительное король G1 конь переходит на поле F5, и несмотря на то, что черные теряют пешку, у них великолепная компенсация. Они не играют ладья D4, ладья довольно активная, а пешка идет по линии E. Учитывая это, в партии 16-й чемпион мира отказывается от выигрыша пешки на поле E4 в пользу хода конь G8, защищая коня. Прагнананха выкуривает ладью и на отход на поле D7 освобождает коня от оборонительных функций. Магнус Карлсон отвечает своему противнику взаимностью, чтобы отправить на ферзевый фланг Кобылянского. Белые сыграли слон C2, черные пошли конь D7. И в такой позиции с фиксированной пешечной структурой белый слон, ограниченный собственными пешками, может оказаться послабее врожеского коня. В любом случае Ромеш Бабу нападает на пешку, Магнус защищается ладьей и белый играет G4, чтобы стряножить черного коня. Но, как известно, пешки назад не ходят. И ослабление поля F4 может в дальнейшем сказаться. Карлсон пока препятствует этому ходу. Прагнананха настаивает на данном продвижении. Черный активизирует коня, белый играет G5. После размена на данной клетке черный оттесняет ладью и дальше защищает слабую пешку на поле G6. Индийский малыш отправляется за конем, но Карлсон проводит фентушами, контратакуя ладью на поле F1. После размина на F6 белый играет B4. В целом Ромеш Бабу Прагнананха ведет эту партию неплохо, но слишком медленно. К этому моменту на его часах осталось всего лишь 50 секунд против трех минут у Магнуса Карлсона. Поскольку у нас на доске Эншпельграссмейстеры направляют королей в центр доски, Ромеш Бабу фиксирует отсталую пешку на поле B7, но добраться до нее не представляется возможным. В то же время фигуры Магнуса заползают через ослабленный королевский фланг. Белый переключается на защиту слабой пешки, но слабый пункт F4 прикрыть нечем, и туда сразу скачет черный конек. Король уходит из-под копыт грозной лошади, черный нападает на ладью, и на ход ладья D2 вторгается на третью горизонталь. И здесь, имея в своем распоряжении всего лишь 18 секунд, индийский Гроссмейстер обязан был поднять ход слон D1, защищая поле F3 от вторжения второго коня. Хоть и из последних сил, но белые все же держались. В партии же Прагнананха дернулся, и пошел А6, жертвуя пешку. Магнус жадно сжирает пехотинца, белый нападает на пешку C6, черный контратакует коня. Безусловно, затянуть сопротивление можно было ходом ладья C2. После размена тяжелых фигур у черных лишняя пешка, но определенные практические шансы на спасение у белых все-таки есть. В партии же Ромежбабу Прагнананха допускает грубейшую ошибку ход коня 5. Магнус навешивает лошадя, угрожая коневой вилкой, а также выигрышем пешки на поле E4, и позиция белых рассыпается. Только здесь Прагнананха пошел ладья C2, но слишком поздно. Черный выписывает шах, и на отступление короля проводит двойной удар, угрожая матом по первой горизонтали, а также выигрышем фигуры. Ну и дав предсмертный шах с поля C6, на 47-м ходу Ромежбабу Прагнананха ввиду неизбежных материальных потерь сдался. В итоге следующая партия тайбрейка между этими шахматистами завершилась ничью, и Магнус Хенрикович Карлсон впервые в своей жизни стал победителем Кубка Мира. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и в завершение разбора я хочу выразить благодарность за продление спонсорской подписки пользователю под ником NickStan. Поддержите же его видео лайками, репостом, ударом в колокол, потому что шахматы это круто. Субтитры сделал DimaTorzok